Это обоюдная опасность вызывает. Это, естественно, политика Турции. Понимаете, Эрдоган пытается укрепить свое влияние за Кавказией. Очень серьезно. Это, естественно, сближает и Армению, и Иран. Потому что, как у Армении, противник Турции, потому что остается неурегулирован до сих пор и принимает острые формы проблемы Нагорного Карабаха. Атаку Ирана вызывает опасение и усиление Турции. Потому что Иран сам пытается усилить свое влияние в Закавказских республиках. Поэтому, естественно, что два президента, скорее всего, обсудили эти вопросы. Главный вопрос – это турецкое влияние, это Турция. Второй вопрос, который, я думаю, они обсудили, это общая опасность, как угодно ее назовите, это то, что исламский фундаментализм. Для Ирана опасность исходит из Афганистана, если брать исламский фундаментализм. Для Армении – это боевики, которые воюют на Горном Карабахе. Потому что эти боевики засылают Сирне, и они могут совершать теракт на территории Армении. Вот такой вопрос, чисто такой, так сказать, военно-прикладной точки зрения. Что касается еще раз политической ситуации, то здесь, конечно же, еще раз повторю, это вопрос касается усиления Турции. Ну и еще я хотел добавить, это то, что сейчас благоприятная ситуация складывается для Армении. Поскольку, так сказать, Армению поддерживает Россия, и очень хорошее сотрудничество идет у России с Ираном. Может быть, кто-то будет спорить против этого, потому что Армения, скажем так, некоторые говорят, что Армения призрала войну в Карабахе, но дело ведь не в этом, понимаете. Это замороженный конфликт в Нагорном Карабахе, и Армения рассчитывает на поддержку России, ну и, конечно же, рассчитывает на поддержку Ирана. Вот, наверное, такой круг вопросов касался этого телефонного разговора. Я не думаю, что обе страны, Иран и Армения, образуют какой-то военно-политический союз. Но все может быть, вы знаете, может быть, так сказать, руководство Ирана и Армении решат, что в рамках сотрудничества можно организовать какое-то подобие типа организации. Это вот мой такой прогноз. Транспортировка грузов, а для Армении очень важно иметь внешнеторговые каналы и пути, и, в общем-то, увеличивать товарооборот с Ираном. Вот это, наверное, главная такая трудность, понимаете. А что касается Турции, ну, я уже говорил о том, что Турция влияет, там числе, и на какие-то, так сказать, такие мелкие вопросы, или пытается это делать, связанные с тем, что касается логистики, что касается каких-то других чисто экономических таких факторов. Хотя у нее, конечно, возможности не безграничные, имею в виду Турцию. Иран мощное государство, мощное с мобилизованной армией, которая закалилась, так сказать, в иран-иратской войне. И Иран готов пойти и на такие, и на такие, так сказать, ну, не крайности, на такие, так сказать, на такую реакцию, учитывая то, что в этом его поддержит Россия. Когда он почувствует угрозу своей национальной безопасности в этих конференциях.